Теоретически звучит вопрос, что делать, если мужчина меня там любит, защищает, пылинки готов вздувать, но в постели не цепляет. Я говорю, мы живем в физическом теле. Комфорт физического тела это процентов 80 от комфорта жизни в целом. Да, людей интересует реализация, там уровень признания и все такое, но в общем-то нас интересует физический комфорт в первую очередь. Как женщина может считать мужчину хорошим, если лично ее телу он не подходит? Ну это просто наследие предыдущих поколений, когда говорят, а вот разводов не было, вот один брак на всю жизнь и прочее, вот этот несостоятельный на самом деле текст. Подходят друг к другу мужчина и женщина. Это и телесные, и безусловно, и умственные, и психоэмоциональные черты. Но это все подвижно, а вот тела должны подходить. То есть он должен быть удобно находиться рядом, он должен быть удобно заниматься сексом. Это вообще определенная даже пропорция длины костей, роста и всего остального. Нет, я не предлагаю искать женщину строго на 20 сантиметров ниже себя. Хотя иногда такие идеи иногда слышим. Но все-таки, то есть это физический параметр. Да, для мужчин все то же самое, но мужчины немножко иначе мыслят. Сейчас в основном для женщин разберем. Телу должно нравиться. Но если ум бунтует, чувство разорвано, сердце латано, перелатано, а телу все еще нравится, телу должно, как сказать, комфорт должен быть. Это не пики горные, это не скалы отношения, когда из одних чувств в другие. Это скорее привязка. Телу должно реально нравиться. Вы, в общем-то, это почувствуете. Но для этого нужно иметь здоровые тела. И есть один пунктик, почему я именно сказал, что мы разберем. Тела должны быть здоровые. Если у вас по блокировке по 5 штук у него, у нее, если вы ходите на несколько сантиметров ниже своего роста, если ваше кровоснабжение работает на 50% от максимума, вы, встретившись нос к носу, вот так вот будете за столом сидеть, вы не почувствуете телом сходства, вы не почувствуете связи. Вы даже не будете замечать, что вас жизнь может сталкивать, хотя это один из критериев того, что жизнь одобряет отношения. Поэтому я говорю для здоровых, отремонтированных тел и для прибранных умов. То есть, если в уме у вас, допустим, наставления бабушки, наставления какие-нибудь духовные с вашим собственным мнением, и все они конфликтуют, то нужно как-то прибираться. И вообще есть формула. Сначала вы налаживаете отношения с собой. Формула, в общем-то, справедлива для мужчин и женщин, но женщина больше важна. Сначала вы налаживаете отношения с собой, потом со своей жизнью, и только потом приходит мужчина и женщина. Понимаете, в таком порядке. Каждый этап может занять месяцы и иногда даже годы. Продолжение следует...